Добрый день, дорогие выпускники! Сегодня мы поговорим о пассивном залоге, страдательный залог The Passive Voice. Здесь у нас категория глагола, грамматическая категория глагола, которая называется залог. Как мы знаем, у нас в английском языке два залога. Активный залог, действительный, по-другому называется, да, и страдательный, пассивный. The Passive Voice. И если вот эта таблица в действительном залоге, в активном залоге полная, то здесь мы видим, что некоторых форм нет. Future, present и past. Три времени есть у нас в английском языке. И формы времен. Indefinite, простая форма, да, неопределенная. Continuous, progressive, длительная или продолженная форма. Perfect, перфектная, завершенная или совершенная форма. И здесь у нас в активном залоге есть еще четвертая форма, perfect continuous. В страдательном залоге у нас три формы. Как мы знаем, страдательный залог образуется с помощью глагола be. Be и плюс третья форма глагола. Третья форма глагола. Если глагол у нас правильный, мы образуем с помощью дентального суффикса идти или же по-другому окончания идти. Здесь вот мы уже, как вы знаете, таблицу, думаю, уже знаете. Мы здесь останавливаться не будем. Дальше посмотрим. Кроме того, пассивный залог у нас употребляется с модальными глаголами. To be глагол у нас как вспомогательный глагол идет, а если у нас есть в предложении вот такие модальные глаголы can, must, may, have to, should, мы можем использовать и их в пассивном залоге. Вот, например, she must be taken to the hospital. Вот ее обязательно нужно забрать в больницу. Здесь мы видим вспомогательный глагол be и также модальный глагол must. И третья форма глагола take, take, took, taken, taking. При разговоре о пассивном залоге нам необходимо помнить, что глагол в английском языке у нас делится на переходные и непереходные. Вот переходные глаголы, например, I bought a car. Вот это глаголы, которые употребляются как в активном залоге, так и в пассивном залоге. Например, you buy something. И требуется дальше продолжение. An object. Ты купил что-то, да? What did you buy? И ответ, например, такой. A car. То есть это глаголы, после которых мы обязательно ставим дополнение. Дополнение. I bought a car. Что я купил? Дальше. А непереходные глаголы, например, the baby smiled. Здесь у нас лицо, предмет выполняет действие сам. А здесь, вот здесь, a car, a car was, или is, bought by me. В прошедшем времени was bought, в настоящем времени is bought. А можно использовать перфектную форму. То есть вот этот предмет, car, не может сам выполнить действие, он только испытывает действие другого предмета. Дальше. Если рассмотреть примеры из сайта с Дамгия, мы можем видеть такой пример. Например, Paul Samuelsen was born on May 15, 1915 in Gary, Indiana. He. И здесь мы должны использовать глагол educate. И чтобы правильно ответить на этот вопрос, правильно сделать задание, нам необходимо знать про глагол educate. Здесь мы ставим в пассивную форму. He was educated. He was educated. Глагол educate у нас является правильным, поэтому третью форму мы образуем с помощью дидентального суффикса. Здесь, если рассмотреть само значение глагола educate, здесь у нас такое. Educate – это давать образование, обучать кого-то, и поэтому здесь нам требуется пассивное значение, пассивный залог, страдательный залог. А если бы здесь у нас вместо educate стояло бы слово или глагол, например, study, это бы было уже в другом залоге, в действительном, в активном залоге. Он учился. He started. В данном случае educate имеет значение вот такое пассивное. Кто-то его обучал. Дальше мы рассмотрим задания, которые у нас по грамматике. С 19 по 25 на сайте. И надо здесь отметить, что по пассивному залогу, по страдательному залогу, да, очень много заданий. Львиная доля вот всех временных форм приходится на пассивный залог. Очень много. И наша задача научиться распознавать вот эту форму, пассивный залог. Например, И мы должны здесь вставить глагол play в соответствующую форму, да, пассивного залога или активного залога, мы пока не знаем, да. Если мы вспомним определение самого страдательного залога, то говорится, что это действие, выполняемое или совершаемое, или испытываемое предметом. Но не важно. Иногда бывает так, что не важно, кто совершает вот это действие. Нам важно, что вот это действие испытывается. Испытывается предметом. В данном случае the game, и здесь у нас это подлежащее. Подлежащее, то есть один из главных членов предложения. Мы должны сделать play, как сказуемое, да, личная форма. Личная форма глагола. Здесь нам надо понимать, что подсказкой именно выбора past continuous является вот это слово. То есть это целое десятилетие, не один год указан, а целые 10 лет. И поэтому здесь у нас вот это является подсказкой для того, чтобы использовать именно форму длительную. Continuous. Дальше смотрим. Мы должны поменять глагол make. I certainly could, said Mrs. Wolfe, see the decision. Вот это решение. Решение не может сам себя принять. И поэтому здесь мы должны использовать также пассивный залог. Пассивный залог was made. Решение было принято. Вот здесь дальше предложение не идет. Нам не важно, например, да, если бы это было вне контекста, не важно, кто принял решение. А главное, решение было принято. Вот здесь у нас в данном случае дополнения нет. Decision – это у нас будет подлежащее. И was made – это сказуемое. Дальше. Здесь при выполнении заданий в разделе грамматика надо помнить, что части речи не переходят в другие части речи. Здесь у нас глагол остается. Бывает так, что человек вот видит слово situate и locate и может по ошибке сделать вот этот глагол с помощью суффикса именем существительного. Situation or location. Но в данном случае мы находимся в разделе грамматики. Поэтому мы глагол оставляем глаголом, меняем только форму. Здесь у нас, например, illness all of Russia is situated. Здесь у нас сохраняется глагол, но в пассивной форме. Locate меняется на is located. Здесь надо понимать, что ситуативное может быть использование глагола, а и фактическое. Вот здесь у нас почти вся Россия находится на зоне, вот на температурной зоне северной. Здесь у нас фактическое. И situated, это если даже будет предшествовать предложение, которое будет в прошедшем времени, но Россия, она находится и сейчас, поэтому здесь у нас будет время настоящее. Точно так же вот Ливия. Ливия находится на севере Африки и граничит. Это у нас факты, поэтому в настоящем времени используем. Иногда в заданиях экзамена может быть такое. Два правильных ответа. В данном случае, например, глагол name. Who really discovered America? Кто в действительности обнаружил, открыл Америку? Everybody knows that Christopher Columbus discovered America. However, America и дальше, возможно, два варианта. Was named и is named. Прошедшее, простое время в пассивном залоге и пассивный залог в настоящем простом времени. Вот здесь тоже фактологическое явление. Америка была названа в честь Амергависпутчи или же Америка называется. Вот здесь и настоящее и прошедшее время оба возможны. Оба варианта правильные. Дальше, когда мы выполняем задание, когда встает вопрос или активный или пассивный залог выбрать, у нас есть слова-подсказки. И здесь у нас buy и with это предлоги, которые подскажут вам, что это страдательный залог. Здесь у нас частенько встречается предлог buy. В английском предложении с пассивной конструкцией buy может вводиться, вот, например, людей, совершивших какое-то действие. After the match, the stadium was destroyed by football fans. Кем? Чем? Предложные дополнения. Вот здесь у нас, когда стоит предлог buy, вам очень легко догадаться, что это стадион не сам себя разрушает, а был разрушен кем? Чем? Чем? Разнесен футбольными фанатами. Кем? Buy. Дальше. This tree was planted by my grandfather. Вот это дерево было посажено моим держ. Чем? Тоже предложный поддерж. Дальше. Часто buy предлог употребляется, когда имеем в виду авторов книг. Авторов книг. Дальше. И иногда, хотя не так часто, как и buy, у нас предлог with употребляется, когда мы хотим сказать про орудие действия. Например, the name was written with a pencil. Записка была написана карандашом. Чем? Как мы видим, если знать все правила, распознать и правильно использовать пассивный залог не так сложно. Вот, например, подсказки, предлоги есть. И главное, вам надо будет to be вспомогательный глагол либо в единственное число, либо в умноженное число поставить. Вы смотрите, обращаете внимание на подлежащее. А также надо по окружающим предложениям, по контексту, определить время. Время – это настоящее, будущее или прошедшее. И тогда несложно справиться с пассивным залогом на экзамене. Всем удачи на экзамене. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok